начнем с установки софта и потом немножко пробашь начнем с Debian или Ubuntu одно и то же там используется система dpkg ну то есть Debian Packer с помощью нее можно устанавливать собирать удалять управлять пакетами ну а вот такая простая утилита базовая если можно так выразить утилита командные строки наиболее используемые параметры это наверное минусай можно установить какой-либо пакет который у нас локально существует однако у нас есть более ну эта утилита позволяет работать dpkg с пакетами на уровне системы есть пакетный менеджер утилита которая позволяет скачивать из репозитория пакеты и устанавливать по умолчанию в системе обычно установлен apt-get чем еще занимается пакетный менеджер он следит за зависимость то есть многие программы для того чтобы им работать они используют какие-нибудь библиотеки внешние либо другие программы и это называется зависимость когда мы используем dpkg мы пытаемся просто установить пакет в котором внутри прописаны эти зависимости но тем не менее он сам не устанавливает дополнительные пакеты а в get он прочитывает пакет смотрит какие есть зависимости и устанавливает соответственно для установки с командной строки программ вам понадобится привилегии суперпользователя чтобы на прошлом занятии там су или суды чего обычно начинается работа это с обновления кэша пакетов то есть у нас есть некий внешних хранилища пакетов репозиторий и у нас есть локальный кэш содержимого этих репозиторий даже мы знали какие программы там есть и в каких репозиториях чтобы обновить информацию о подключении репозиторий используется команда update скачиваются некие базы да вот видно сколько скачалось название репозитория ну тут видимо много разных репозиторий включено сразу сама обновили наш локальный кэш и при установке новых пакетов мы можем быть уверены что мы устанавливаем последние версии также есть довольно популярный пакетный менеджер aptitude его нужен дополнительно вставить стоит на чтобы установить какой-то пакет нужно использовать команду install но здесь уже пакет установлен аптитюд он предлагает как интерфейс командные строки так и псевдо графический то есть загружаются данные из кэша и мы можем посмотреть какие пакеты у нас установлены и какие не установлены например редакторы сейчас у нас установлен это мама если мы хотим установить это пакет вот он стал пакет же текст и редактором тут по репозитория разбита летит чтобы установить клавиши g что мы тут начали зависим ну кстати не добавилось я не очень понимаю этот графический интерфейс честно говоря ну вот если нажать enter мы можем посмотреть информацию о пакете что это такое на самом деле этим мы заниматься особо не будем просто набрать aptitude я никогда не пользовался хотел всегда был интерес надо как посидеть как посмотреть какие у нас пакет вообще в системе установлен использую dpkg минус вот здесь все установленные пакеты написание версия под какую данную систему под какую архитектуру это все что установим если мы хотим найти какой-то определенный пакет на то придется использовать утилита креп можно найти установленный пакет с такими в нашей системе найдя пакет мы можем например посмотреть что внутри пакета как какие у теле над фактически содержимые на какие директории нам нужно создать либо что куда положить можно найти куда будет скопирована нужная нам утилита есть еще утилита для уже работает тоже с пакетами aptcash она дополняет утилиту apt-get помощью нее нужно делать то чего нельзя делать с apt-get многие из этих вещей умеет и aptitude поэтому если вы не хотите переключаться периодически между aptcash и apt-get то можно просто aptitude использовать разница в том что aptitude надо вставить часто она не установлена давайте посмотрим вот опять же спиток список пакетов которые установлены на уже такой более краткий ну то есть меньше информации предоставлено только название пакетов и если мы хотим найти какой-то пакет узнать существует ли какой-то пакет в репозиторию мы можем использовать aptcash search например вот поискали под слову x term ищет как в то есть ищется включение вот этой фразы как за название пакетов так и в описании то есть это не точное совпадение слова а именно вхождение как узнаете информация как он пакет ну описание шоу 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 мы видим служебную информацию название пакета раздел кто поддерживает версию зависимости размер это более расширенное описание того что делает этот пакет много информации далее что еще имеет aptcash он может указать некую статистическую информацию о пакетах размерах сколько используется под каждым сколько виртуальных пакетов сколько обычных пакетов ну и так далее что делать если я хочу добавить еще репозиторию в систему где вообще посмотреть где расположены ссылки на репозиторию эта информация находится в файлах с расширением list чтобы разбить тематически например ссылки на разные репозитории например посмотрим файл здесь идут описание репозиторий либо это депп это репозиторий с самими пакетами деппсорс это репозиторий с исходниками путь до директории с пакетом фактически все остальное под директории в этой директории но если открыть браузере например а дальше что у нас там а вот дальше директория дистрибутива здесь репозиторий по различным версиям операционки например наши вот трости бэк портс дальше раздел в данном с чем и ну а дальше идут перечисления до main restricted universe мультиверс вот они у нас здесь есть это разбитие по логические наборы основное какие-то пакеты запрещенные которые изначально не ставятся это допустим ну какие-то не опенсорсные вещи могут быть в Ubuntu в Debian это отличается но логика примерно то же самое ну вот естественно есть раздел там security где содержится обновление безопасности просто обновление ну вот в принципе можно подключать наверное все если конечно у вас не какой-нибудь там жесткой сервер где вы точно уверены что не хотите вставить софт с проприетарным полом например да тогда можно вот всякий restricted убирать или там universe более детально в интернетах что если я хочу обновить установленные пакеты ну в целом какие все которые есть мы должны обновить наш кэш сделать апдейт мы уже только что сделали потом да потом апгрейт тем самым система нам предложит обновить все пакеты для которых существуют более новые версии в подключенных дистрибьюторе репозитория но я сейчас не буду если мы хотим вообще перейти на более новую версию операционки для Ubuntu например там с 14.04 на 14.10 то есть команда get dist on great но лучше обновляться постепенно да то есть вначале обновить просто пакеты а потом делать dist on great если мы хотим установить пакет какой-то отдельный нам нужно узнать существует ли он в репозитории apt-cache search допустим on map мы видим что такой пакет есть и мы можем его установить видно что пакетный менеджер автоматически предлагают установить зависимости то есть он говорит что следующие пакеты будут установлены может согласиться-не согласиться ну да если не согласиться то ничего установлено не будет то есть будут скачаны с вами файлы пакетов и установлены Если я хочу установить несколько пакетов сразу, то я могу перечислить их через пробел. И, соответственно, будут установлены как сами пакеты, так и их зависимости. Просто так легче устанавливать сразу много пакетов. Если я хочу обновить пакет, то есть обновить не всю систему, а обновить только какой-то один пакет, то я просто как бы его повторно устанавливаю, то есть apt-get install имя пакет. Видим, что вот есть новый пакет, допустим, тот же dpkg. И обновим его. А вот написано, что следующие пакеты будут обновлены. То есть отдельные команды обновить один пакет нет, просто используется команда install. Можно теоретически использовать символ звездочки, то есть установить там все, что начинается с dpkg. Но так получается, что в этом случае, скорее всего, будет предложено установить просто кучу всего. Там всяческие зависимости, независимости и так далее. И, в общем, довольно опасный способ что-то устанавливать, но тем не менее это возможно. Что если мы хотим удалить пакет? Мы можем это сделать с помощью двух команд. Первая это remove. И тогда будет удален только сам этот пакет. В зависимости останутся установленными. И также сохранятся файлы настроек. В этом случае будут удалены в том числе зависимости и все файлы настроек, то есть полностью все, что связано с этим пакетом. Если там есть какие-то связи, то система предупредит, что от этих пакетов зависит что-то еще, типа давайте будем их удалять или спросить, что вы с этим будете делать. Есть еще способ удалить та же команда remove, но с дополнительными параметром. Да. То есть вы можете напрямую использовать, либо remove 2 defis. Что если мы хотим просто скачать вот этот самый пакет? Нам нужен он в виде файла, чтобы он оказался не на удаленном сервере, а на нашей машине. У меня есть команда download. Давайте перейдем в какую-нибудь другую директорию. И мы видим, что вот у нас появился файл с пакетом. Это версия и .dat. Мы можем установить его из командной строки с помощью dpkg. В данном случае, так как в зависимости, видимо, у пакета nmap особенно нет, давайте попробуем исключать какой-нибудь другой пакет. То он нормально установился. То же самое с пакетом xterm. Вот он говорит, что пакет xterm зависит от таких-то разных других пакетов. Версия указана, однако такие пакеты не установлены. И все, я устанавливать не буду. То есть теперь вы можете вручную решить, установить эти дополнительные зависимости, точно так же скачав, если у них есть свои зависимости, скачав эти дополнительные зависимости. И все их установить и после этого уже установить extern. То есть это как полностью ручной режим. Что еще мы можем сделать? Мы можем посмотреть информацию о изменениях в пакете changelog. С помощью команды upget changelog будет показана информация о изменениях, версиях, какие изменения были сделаны, кем они были сделаны, когда и так далее. Также мы можем проверить, не сломаны ли какие-то зависимости. То есть установка могла пройти не полностью или еще что-то неожиданное произошло. И может быть так, что не все зависимости установлены. Мы можем это проверить с помощью команды upget check. Вот, например, extern зависит от определенных пакетов, но они не были установлены. Мы можем попробовать то, что нам предлагают. Соответственно, нам предлагается установить дополнительные необходимые пакеты. Мы можем это сделать. То есть наши зависимости отремонтируете, если можно так выразиться. Если мы хотим собрать пакет вручную, и у него опять же есть, то есть мы скачали, не знаю, исходники, у него есть какие-то дополнительные зависимости. И этот пакет, в принципе, есть в репозиториях. Мы можем посмотреть, какие пакеты нам нужно установить, чтобы мы могли собрать эту программу, этот пакет. Используется команда build.dev. Вот показаны все зависимости для сборки. Часть из них просто в библиотеке. Часть пакета dev, то есть с исходниками фактически. И таких вот довольно много может быть. Вообще все пакеты, которые мы устанавливаем, они скачиваются на жесткий диск. И складываются в кэше. Находится anwar cache apt archives. Да, вот мы уже тут что-то ставили, и тут куча всего. Эти пакеты... То есть если вы ставите пакет этой же версии, который полностью совпадает с скаченным, то его можно не скачивать и сразу взять из кэша. Но тем не менее, эти пакеты, файлы пакетов могу занимать достаточно много места. Мы можем взять и почистить их. Автоклин. Вот какие-то пакеты остались, ну а какие-то были вне. Вообще, чтобы получить информацию о всех доступных командах, можно использовать команду help. Здесь будет расписан. Есть remove, и порчь, и автоклин. Вот можно... А, то есть автоклин у нас удаляет, получается, какие-то старые файлы. Можем почистить полностью. Просто clean. А и вот все было удалено. А еще тут есть такая как-то easter-ex, скрытая возможность. В хелпе написано, да, что авт имеет король и суперсилы. Соответственно, если набрать nu, то он будет вмечать. Еще можно... Нет. Значит, как-то не так. В общем-то, можно как-то больше информации получить. Ну что, nu, сви большой, я не знаю. Нет. Не помню как, но там можно еще что-то услышать, кроме просто начали ли вы сегодня. Итак, это краткая справка про dpkg, то есть пакеты в дистрибутилах, основанных на Debian. Давайте посмотрим тоже информацию о установке управления пакетами в дистрибутилах, основанных на Red Hat. то есть CentOS, например. Там есть утилита RPM, Red Hat Packet Manager, наверное. Это, грубо говоря, аналог утилиты dpkg. Также существует аналог утилиты apt-get, называется Niam. Тут немного отличаются команды, в том числе немного отличаются по логике. Например, команда update. В CentOS она, это аналог утилиты apt-get upgrade, то есть она пытается обновить все пакеты в системе. Перед выполнением какой-то команды VIA автоматически обновляется кэш-репозиторий, кэш-пакетов доступных. Это при не очень быстром соединении, это может несколько нервировать с Sailor, потому что он каждый раз пытается обновить, и это довольно долго. dpkg. Да, да, да. Вы показаны с разных нервовок или как? Я просто удивился, на одной машине у вас стоит все? Ну вот, нет, YAM это CentOS, это другая машинка, ну естественно с другой операционкой. А dpkg и apt-get это одно и то же. Ну то есть это в дебе на основанных дистрибутивах, то есть apt-get это фактически как оболочка на dpkg, которая имеет, то есть если dpkg работает локально на вашей системе, если же вы хотите установить из репозитории, вам нужно предварительно пакет скачать. И вот этим всем занимается вот эта вот оболочка на apt-get. Она скачивает и с помощью dpkg устанавливает. Кроме того, смотрит за зависимостями и в зависимости тоже устанавливает. Так, YAM это аналог, но просто в других операционных системах, дистрибутивах основанных на RedHut. YAM update. Вот он говорит, что слишком давно были обновления. Можно либо использовать YAM крон, то есть видимо периодически добавить в крон задание, периодически обновлять кэш. Либо есть команда YAM и кэш фест. Вот он показывает обновление, видимо вышло какое-то крупное обновление с последнего раза. Показывается имя, архитектура, версия, из какого имя репозитория и размер. Ну и суммарный размер. Обновлять не буду. Интересно, что там выбор U, ну вот снизу N можно было, можно D, нажать D, можно Y. Да, нет, и можно видимо выбрать. Да, давайте посмотрим. Какие интересы. Нет, да, ну все равно, а это download, видимо, да, просто скачать, просто скачает. Ну грубо говоря, можно сейчас скачать, а потом установить. Ну да, что-то вроде того. Можно получить информацию о каком-то конкретном пакете. Скорее не информация о состоянии, а не о содержении пакета. Да, насмотрим имя пакета, версия и в каком репозитории она находится. И, естественно, установлены, да, и показывает, что доступен пакет более новой версии, да, simple. Поиск здесь в Ям уже интегрирован. Не надо использовать отдельную команду как Ямкэш, например, и апткэш. Ям можно здесь. Ям больше похож на аптитюд, ну или аптитюд на Ям. Находим пакет, опять же, вхождение, в том числе в описание пакета. Установка install. По умолчанию нас спрашивают, хотим мы установить или нет. Если мы не хотим, чтобы нас спрашивали, не знаю, ну либо если вы в скрипте устанавливаете с помощью скрипта, или может быть просто вам лень нажимать. Если это обновление системы, там пока все скачается, пока все пройдет процесс, а вам нужно отойти, вы можете использовать параметр минус y, то есть yes. То же самое есть и в Ubuntu. Тоже можно использовать этот параметр. Все установилось. Если мы хотим посмотреть описание пакета. Яминфо. Здесь, ну одна из вещей, которая отличается между apt-get и Ям. Там для этого используется команда show. Да, apt-get show. Здесь Яминфо. Тоже информация о версии, релизе, размере, установленное или нет. Какая, какой репозитор, в каком репозитории. Описание. Однако команда yandownload. Нет. Если мы хотим скачать. Есть отдельная команда yandownloader. Но она по умолчанию не установлена эта утилита. Ее надо предварительно поставить. Ямутилдс, пакет называется. Ямдонлодер, какой-нибудь пакет экстернный, и вот он у нас появится. Ну, соответственно, установка также rpn-i. Ну, об этом поговорим чуть-чуть тоже. Как посмотреть, какие пакеты вообще есть в кэше, да, какие доступны? Просто команда Ямлифт. И вот они все. Да, указаны опять же название пакета, версия и дистрифию, имя репозитория. Если нам надо узнать, доступен ли какой-то пакет, то нам нужно осуществить поиск с помощью реп. Вот такие есть. Можно сравнить, например, с Ямсерч. То есть видим, что одно и то же, только разный вывод. Если Ямсерч нам показывает, мы можем искать как название пакета, так и в описании. Плюс он нам выдает только те пакеты, которые подходят. Ямлист — это полный список, в котором мы можем уже сами осуществить поиск. Также мы можем посмотреть только пакеты, которые уже установлены в системе. Ямлист — это только установленные пакеты. Формат вывода такой же. Есть удобная функция. Можем посмотреть только какие пакеты нужно обновить. Для каких пакетов есть обновление. Ямчек update. То есть если в Ubuntu нам нужно делать apt-get apt-rate, то есть запускать процесс обновления и там уже смотреть, то здесь есть отдельная команда. Также интересная особенность в CentOS есть некие группы пакетов, собранные по смыслу. Мы можем этот список посмотреть с помощью команды Ямгрупплист. Ямлист — это не очень-очень-то большое число. То есть, например, минимальная установка, какой-то инфраструктурной серии, десктопы с разными оболочками. «Нагнан десктоп», «Натэдесктоп», «Просто десктоп», «Десктоп», «Девелопмент» и так далее. То есть это такие группы заданные, в которых содержится какое-то большое количество пакетов. чтобы установить группу, нам нужно запустить команду Ямгруппинстал, то есть те же самые команды, фактически, только в начале граук идёт. и в кавычках название группы «Security Tools». Ну, на самом деле, вот эта группа, да, небольшая совсем, то есть тут какой-то небольшой набор. Давайте попробуем «Виртуализейшн». Ну да, «Виртуализейшн». Горит, нечего устанавливать. Горит, нечего устанавливать. «Десктоп». Да, в конце. Тоже нет. Ну, вот здесь лучше видно, да, то есть целое окружение для виртуализации, где есть просто куча всего, так или иначе связанного, да, с темой. Также можно обновить с помощью команды Graup Update, «Удалить MiralPrimov». Ну, это как бы мы в целом обновляем группу, в целом удаляем всё связанное с группой. Можем посмотреть с помощью команды Ян. Ну, ну, точно так же можем пойти и посмотреть, какие у нас репозитории подключены, просто посмотрев соответствующие файлы. Ян. Репозди. И здесь файл описания, они уже с другим расширением. Если в Debian у нас лист, то в CentOS у нас repo. Например, да, тут уже более сложное описание, но тем не менее. Здесь мы можем, как видно, есть 0, enabled и единичка, да, то есть мы можем легко включать и отключать какие-то репозитории. И посмотреть также, какие у нас репозитории включены, мы можем ставить команду Я repoList. И мы получим информацию именно по включенным репозиториям. Если мы хотим посмотреть все доступные репозитории, да, описания которых есть в файлах, то я repoList.all. Здесь мы видим статус на включен и выключен. Соответственно, включены это те, которые... Информация о которых скачивается в локальный кэш, да, то есть Ям оперирует включенными репозиториями. Что, если мы не хотим включать репозиторий, но хотим установить пакет из конкретного репозитория. Допустим, в каком-то репозитории есть, там, не знаю, более новая версия PHP, ну, грубо говоря. И там содержится еще какое-то количество пакетов, которые мы не хотим использовать при обновлении системы, да, при Ям апдейте. Мы можем указать, ну, включить, грубо говоря, на время работы какой-то репозиторий с помощью команды enable repo. Где указываем имя, да, какую репозиторию. Как получить имя репозиторию. Репозиторий. Репозиторий. Черт ее знает, на самом деле. Может быть так. Наиболее поравняется такое-то. А, либо если у вас весь... Ну, давайте попробуем. Я не знаю. Что у нас есть интересное? Нам, говорит, такого репозитория, да? Так, давайте попробуем. нужно оперировать видимо более крупными названиями да то что у нас есть bass apple экстрасов да и такие крупные разделы и мы можем использовать какой-то один из них логика примерно понятна точно также мы можем очистить кэш причем мы можем говорить что конкретно мы хотим очистить кэш мета данные плагины спайр кэш если мы хотим просто все почистить то используем команду all соответственно следующий раз когда мы сделаем стал чего-нибудь то он заново будет скачивать эти все репозиторий заново итак также можем посмотреть историю действий какая команда до использовалась на что устанавливали к команду когда действие если несколько действий то вот install update и ай и сколько видимо пакетов был изменен теперь посмотрим что ну какие-то возможности работают с утилитой у нас так у нас есть пакет экстерен как посмотреть что на так проверить зависимости пакета я не буду рассказывать про отдельные параметры можно будет отдельно читать просто в целом да какие параметры нужно использовать чтобы выполнить какое-то действие вот теперь мы смотрим зависимости для пакета также мы можем установить пакет из файла есть две две возможности минуса то есть установить что получить какие-то дополнительные информацию параметры вида экстерен вот пишет что не установлены необходимые зависимости и устанавливать я не буду также есть возможность использовать команду обновить пакет и большое можно наверное использовать вообще всегда и большие места и потому что логика такая что если пакет не установлен он будет установлен если мы пытаемся установить пакет который уже установлен но он более новой версии то установленный пакет будет обновлен мы можем узнать установлен ли какой-либо пакет но имя которого мы знаем просто минус кью пример вот пакет экстерен не установлен пакет вот этот пакет установлен и мы видим полное имя пакета с версией это также можем посмотреть какие файлы связаны с этим пакетом добавим параметры вот соответственно файлы которые связаны маны кита описание для систем д сам бинарник конфигурационный файл можем посмотреть вообще все установленные пакеты кью эй вот список всех установленных пакетов можем посмотреть какие пакеты были установлены в последнее время стоит есть параметры власт какие когда они были установлены как же мы можем с помощью рпм удалить пакеты но удаляется конкретный пакет они без зависимости если мы хотим получить больше информации то минус файл там еще больше то еще вы буквально показаны что было сделано деталь добавлены какие-то ключи селинок с отключен удаление информации это видимо из баз данных удаление всех связанных пакетов ну файлов точнее какие у них права были размер и так далее так далее также есть интересная возможность можем указать какой-либо файл и получить информацию о файлах с информации об этом пакете вот видим в каких манах упоминается да то что он может быть не только сам на новым старт на и каких-то другие где ну связано с этим например мансиска то вот здесь как ни страны не знаю почему он был указан вот здесь например вот здесь казан даваем стать что типа смотрите еще вот эту утилиту также мы можем проверить пакеты не сломано ли что-то наверно также по зависимости то есть здесь выдается какая-то информация но не написано что там что-то сломано вот это файла не хватает по саппликанту так и вам отремонтировать но возможно и где-то что-то не так делал так этот момент я пропустил вообще в целом если у вас сломалась база пакетов например которая идея где-то находится варлип давайте попробуем сами сломать что-нибудь допустим удалить директория пи и попробуем выполнить команду возможно конечно сломал что-то не то любил дебе и сделаем что-нибудь и сделаем что-нибудь и 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 но вот чем не починилась то особо над сновидим что исчезла информация об установленных пакетов так не знаю на какие пакеты у нас установлены тема ремонта чего-то не получилось но сломать сломали плана если мы хотим удалить пакет можно использовать команду я рейс но что удалить то есть хпфп ладно давайте попробуем каждый сделать начали а и 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 вот ям сломали че-то я лишнего удалил и ям теперь не работает ладно этого этим я займусь потом в общем чтобы удалить пакет я и рейс и название пакета и он будет удален то есть если в даймена этого нас римов от get и на кто здесь и рейс и так ладно это все что в общем то я хотел рассказать пусть и не совсем удача теперь немножко ваш ваш это оболочка но у нее есть некий свой язык и мы можем как сама в командной строке команды писать исполнять и даже довольно длинные целые последовательности также можем писать некие программки на этом языке чтобы либо просто быстро исполнять последовательности команд либо например чтобы вы исполнять ее с помощью кроме в планировочем дайте посмотрим можем взять любой редактор и и принято команды на ваш заканчивать расширение как мы можем выполнять эти команды программы мы можем писать интерпретатор то есть интерпретатору передавать путь до файла с командами либо мы можем сделать файл исполняемым но тогда системе нужно знать где находится интерпретатор то есть мы должны указать подходящий интерпретатор до этого для этого в начале команды пишется четкая последовательность решетка и знаю специально я очень долго не мог заполнить эту последовательность до тех пор пока мне не попалась ну как там не моника на что называется шипбэнкс ну как то так давай я не знаю правильно пишется или нет но вот это вот шипбэнкс мне почему-то влезло в голову и благодаря этому я заполнил последовательность символов то есть и здесь путь до интерпретатора какой еще есть способ путь до интерпретатора может отличаться например может быть какой-нибудь вас скрипт более-менее универсальный во фрибеезде по моему там отличается расположение утилита баш и по моему там юзер бин башня поэтому мы можем попытаться поискать интерпретатор в стандартных путях об этом чуть-чуточку попозже но у нас есть утилита которая нам показывает переменное окружение заданы в частности здесь есть переменная путь на пас которая указана в каких территориях искать команду которую мы просто вводим просто вводим в командную строку если мы сделаем ваш так сейчас эти мы запустили как бы башь на при этом не знаю где он находится на мы не писали полный кут до интерпретатора то есть был автоматически осуществлен поиск и чем это хорошо да это универсальный метод потому что утилита env зачастую находится по стандартному пути опять же userbin env то есть для разных дистрибутивов оно в одном и том же месте и мы можем вместо bin bash в нашем скрипте написать userbin env bash bin env bash и это такой более универсальный способ то же самое относится к интерпретатору питона например мы можем писать shibanex userbin env python и вне зависимости от того в какой из просматриваемых по умолчанию директории находится интерпетатор питона он будет использовать в вообще в программах на баш но можно использовать все те же команды и конструкции что и в командной строке и они идут сверху вниз на вывести что-то в данную строк на вывести что-то в данную строк и исполнительную строк да то есть так у нас не получится ее запустить плюс нам нужно вот те утилиты которые мы запускаем как команду они все находятся в одной из директорий которая перечислена в переменные окружения путь а вот вот поэтому чтобы мы могли запустить вообще в принципе нашу утилиту нам нужно указать где она находится для этого как раз нас пригодится вот эта конструкция на что искать в этой директории но она действительно не запускается что мы можем делать как я уже говорил мы можем прямо указать интерпретатор и вот оно выполнено line 1 line 2 либо вот как ты сказал можно задать права на исполнение на мы видим что этих прав сейчас нет нужно сделать 744 и после этого выполнить просто напрямую если если у нас нет прав на исполнение то в принципе интерпретатор даже не по табу он не дополняет не дает дополнить название файла окей что если мы хотим то есть не хотим указывать путь до утилиты а просто как обычно команда использует нам нужно дополнить перемены окружения путь это можно сделать вообще изменять переменные окружения можно или там добавлять с помощью команды экспорт мы можем задать переменную путь добавить что так уже существующие перемены когда мы задаем перемены мы пишем просто ими переменные когда мы используем переменную мы пишем начале перед названием знак доллара допустим добавим территорию root и видим что вот в конец добавился наш root теперь мы можем просто написать вот появилась просто когда мы под табом добавляем дополняем появилась вот эта утилита сейчас мы можем перейти в любую вообще другую директорию и точно так сделать да и оно работает так если мы хотим какие еще варианты есть есть такая директория user local bin и она пустая и она уже по моему есть да и она уже есть по умолчанию в переменные пас вот так же как в бин мы можем либо скопировать если у нас есть права суперпользователя мы можем скопировать туда наш скрипт либо сделать символическую ссылку симлинк например точно так же если мы хотим чтобы у нас скрипт основном был там с одним названием а наша команда с другим можем сделать симлинк с нашей команды на так я всегда забываю последовательность на самом деле на вот теперь мы можем просто использовать команде тест который почему-то ничего не сделал ну черт возьми ну тем не менее этого можно добить ну что сделать так интересно а если у нас есть значит в пафе переменные окружения пафа какой-то файл что-то типа test.sh и в директоре в которой мы находимся файл с таким же названием но другой что он запустит а c ну он запустит то что он найдет да то есть получается что когда вы просто пишите там test.sh и он у вас просто локально лежит в этой директории который который не присутствует в переменной фазе да то он не будет использовать да вам нужно явно указать расположение да да если бы я выбрал бин баш и команду допустим tsc .sh там же по-моему уже не надо указать там по-моему нет то есть это уже относительно вашей текущей директории то есть здесь можно указывать и он возьмет файл который находится там да какой он файл возьмет тот который в переменную или который там если они одинаковые я думаю что в данном случае именно в данном случае он возьмет физический файл который на который вы указываете то есть в текущей директории это работает только если вы сразу набираете ну то есть если у вас есть два одинаковых один в другой в локальной директории который нет в пас точнее то возьмется то что есть пас если вы явно не указали что в этой директории ну я так считаю что ничего интересного можем делать в принципе в скриптах на баш можно делать ну очень многое то есть почти полноценные программы писать тут есть также и циклы есть и ветвление на эту стиху цикл смотрим пример цикла который просто выводит периодически цифры из последовательности название переменной которую дальше будет цикле использовать ну и что-нибудь здесь можно либо самому прописать последовательность либо можно использовать какие-то результаты работы какой-то другой программы либо есть стандартные как-то возможность задать диапазон вот так ну сейчас посмотрим единственное здесь есть некоторые дополнительные не нужны кажется что лишние слова но тем не менее они необходимы после цикла вам нужно сделать в отдельной строке и вот уже и в конце цикла дан что делать и закончен уже здесь между ними прописывать те действия которые в цикле происходит например например эхо и название переменной вот наш цикл это это выполнен что-то пошло не так возможно я написал тут что-то неправильно может без тебя точка может без тебя точка может без тебя точка давайте попробуем давайте напишем как по простому ну она вывела да ну просто как текст а я ж наверно вот это это двойные кавычки здесь потому что в баши есть разница между одинарными и двойными ну да то есть там нужно во первых использовать двойные кавычки потому что одинарные это ну вывести как есть ну что называется не надо интерпретировать содержиме и что в диапазон задать там две точки давайте посмотрим ветвление допустим дальше какое-то условие здесь есть до поддерживается довольно много разных слов и интересные например мы можем проверить существует ли директории там минус да то есть видимая директория то есть если затем наверно это можно накидать то есть здесь если мы можем эти конструкцию для того же цикла выстроить в одну строку но тогда нам нужно ставить точки с запятой да после блока вот 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 так например то есть когда мы всю программу выстраиваем строку и копируем просто в командную строку и исполняем вот давайте мы там пишем что нибудь иначе и точно так же как цикл нам нужно завершить ключевым словом здесь ключевое слово и на то есть их наоборот немножко раздражает на если привыкнуть к 10 какая-то непонятная меня честно видимо там пробел требуется вот наш цикл отработал и наша проверка на существование директории тоже сработал можно еще как еще можно использовать если нам нужно в работе какая-то директория в нашем скрипте мы можем проверить и если ее нет то создать вот мы указали переменную который просто путь указали соответственно он смотрит если директория с таким путем мы могли точно так же прямо там прописать просто на переменную используя так вот она блин я не туда написала лично Что-то я лишнее удалил. Да, директория нет, директория есть, то есть если директория нет, то мы ее создаем, вот мы ее создаем. Также есть цикл вайл, то есть до тех пор пока правда, и мы можем написать скрипт пингования, создадим какой-нибудь файл. Перечислим киндепи адреса. И напишем file до тех пор пока мы читаем данные, заносим строку в прямой хост, и опять же делаем что-то. И передадим туда содержимое нашего файла. Теперь направление делаем. Пробуем выполнить. Ну вот, то есть мы ставили файл в каждой строке по IP адресу, и этот цикл у нас работает до тех пор, как в файле остались строки еще. Мы перебираем по строчке и выполняем какое-то действие. Можно еще раз на скрипт посмотреть? Даже тест. Вот. Даже не так, да? Я думаю, что это команда рита, кстати. Ритт, взаимная 말씀. Непонятная какая-то штука. Непонятная какая-то штука. Непонятная какая-то штука. Такие понимают, что утилитки все-таки для чтения из файл. Непонятная какая-то штука. Счет похоже сложен на эти информации, а утилитки с названием RIG. Непонятная какая-то штука. Ну, когда-нибудь я это найду. Можно еще вопрос задать. Как это представляется? Ну, если это представить в виде строки, то это станет более понятным. Давай так попробуем. То есть мы можем прямо здесь это писать в командной строке. до тех пор, пока мы что-то читаем. То есть мы что-то читаем и, соответственно, складываем это в переменную. Пока не прошлось. Да, до тех пор, пока это как бы срабатываем. Допинк. Три раза. Переменная. Допинк. Три раза. Переменная. Да. 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 То есть команда read, видимо, читает со стандартного входа и построчную. Прочитала, передала в переменную. Получается то, что она прочитала попало в переменную host. Потом мы выполняем некое действие с использованием эти перемены. Чем хороши вот эти все конструкции, их можно использовать прямо в командной строке. Если выстроить строку. Естественно, на их можно вкладывать друг друга в программе циклы. Например, если у нас есть там такой путь, то она выполнит цикл. А, это я удалю. Нет, читаю лишнего удалю. Нет, читаю лишнего удалю. Нет, читаю лишнего удалю. На директории есть, цикл выполнился. И так цикл нет. Ну, это, честно говоря, было очень краткое введение в page, прямо скажем. Но, тем не менее, на сегодня я хочу закончить. Спасибо. 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 Спасибо.